Вопрос 114. Патриарх Алексий Второй поздравил женщин с 8 марта по телевидению. Что это? Победа экуминизма над московской патриархией? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Это страшное свидетельство о бездуховности патриарха. Апостол Павел Грозно предупреждает, чтобы мы не поступали по стихиям мира и не любили того, что в мире. Это равнозначно тому, что и враждовать против Бога и быть другом миру. Послание к Колоссянам 2 глава 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Иакова 4.4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». 1 Иоанна 2.15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей». 8 марта – специально подобранный масонами день разврата и унижения женщин. Он занимает первое место по количеству потерявших действенность в этот день и по количеству насилий. Это день разврата, срама и цинизма, учиненный масонами на погибель душ униженных и оскорбленных женщин. И господин Ридейгер не может этого не знать, и однако же желание жить по прихотям сердца своего, ни в чем не противостать миру, сохранить свое теплое греховное местечко, заставляло толпами ходить к вечному огню, прямой дорогой в вечный огонь. Этим поклонением про образу гиенского пламени и празднованием женщин с днем разврата господин Дроздов дает величайший соблазн доверившимся его водительству и авторитету. В данном выступлении по телевидению он выступил в роли разносчика заразы и гибели бесчисленного числа душ, и вина его посему безмерно велика. Помолимся о заплудшей его душе. Субтитры делал DimaTorzok